А перед началом видеоролика я вам хочу порекомендовать канал Словер. Данный человек делает очень классные биты и также их продает не очень дорого. Если тебе нужны биты для видеоролика без авторских прав или тебе нужно сделать трек с полными правами, чтобы тебя не кинули АП, переходите к нему. Также переходите на его все соцсети, там скоро будет розыгрыш на бит или на биты, точно не знаю. Но мы будем приходить вообще к началу видеоролика. Поехали. Итак, перед началом я вам скажу то, что это не мое видео, видео взято с канала Тиша, поэтому, братан, если смотришь видеоролик, сорян то, что взял у тебя фон. Потому что у меня какие-то проблемы с лаунчером. Также спешу вам сообщить то, что я разыгрываю 200 тысяч на красном сервере и 200 тысяч на синем сервере. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, тебе нужно всего лишь подписаться на мой канал, написать креативный комментарий и поставить лайк под этот видеоролик. Так, ну давайте уже приступим к сути видеоролика. Хочу у вас заострить внимание на открытии сервера, сколько было людей на лесопилке. Вот просто посмотрите и удивитесь. Ты на сервере будешь играть, да, пацаки? Ну посмотрим, типа я надеюсь, что я не уйду отсюда, надеюсь, что все нормально будет. Думаю, вы все поняли. Не знаю, почему вообще решили открыть новый сервер, но я знаю то, что почему-то после обновления его решили сделать, а в обновление добавили дрифт и новая анимация. Сейчас взял одну идейку из чужого видеоролика. Вот, как я понял, то что все сервера забиты полностью, но я, кстати, этого не наблюдал ни разу, что все сервера были прям фул забиты. И для этого еще решили сделать один сервер. Также, ну, у нас будет новая экономика. Пока что переводы с других серверов недоступны. Но, как я знаю, они могут быть очень скоро уже открыты. То есть вы можете перенести аккаунт, например, с зеленого сервера на rose, то есть на розовый. Или еще там с какого-то на розовый сервер. Честно сказать, я на Амазинг уже не заходил около двух месяцев из-за того, что я стою на лидерке NextRP, и поэтому мне как бы не до этого. Вот. Но я все же наблюдаю за новостями, смотрю какие-либо видеоролики насчет разных обновлений, и мне, кстати, это очень сильно вкатывает. Что хочу еще пометить. Лидеры, скорее всего, будут открыты заявки, или уже они были открыты и закрылись, этого я точно не знаю. Из-за того, что, ну, я ленивая тварь, которой, как бы, не хочется заходить на форум и что-то чекать. То есть, если вы смотрите этот видеоролик, поправьте меня, если что, в комментариях. Правильно я сказал или неправильно. Также, если вы хотите, чтобы я пошел в какую-либо госструктуру, но для начала это будет армия, чтобы получить военный билет, пишите в комментариях, где вот ли путь такой. Да, кстати, кто не знал, сервер открылся 15-го числа в 6 часов по Москве. Что-то я очень слишком много личной информации говорю, но давайте уже все по-быстрому разложим по полкам. Первое. Розовые серверы открыли для того, чтобы убрать перегруз на всех остальных серверах, из-за того, что они были все полностью забиты и было невозможно войти. Второе. Это то, что хотят люди новую экономику. Она будет на данном сервере. Из-за этого пока будут недоступны переводы, чтобы не убивать экономику. Третье. Не знаю, правда это, неправда, но будет у нас всего лишь криминальные госструктуры. Также у нас только будет ВЧ и будет у нас ТРК. Четвертое. Донаты в ближайшее время тоже подключат, но для того, чтобы еще раз говорю, не убивать экономику, их отключили. Потому что какой-нибудь человек закинет 50 тысяч рублей и, считайте, он уже испортил экономику. Он может себе купить абсолютно все. Вот такая информация. Ну давайте поговорим вообще, как пришло открытие. Открытие можно считать успешным и удачным. Но минус был какой? То, что опять весь сервер был полностью забит из-за того, что все хотели попробовать новый сервер. То есть зайти было, можно сказать, нереально. Просто на всех серверах упал онлайн и никто не мог зайти практически. Только первая тысяча там или ближайшие три тысячи человек. Остальное, что я могу вам сказать. Пинг был просто нереальный. Метки, когда ты сдавал на права. Не собирались. Машина или там... Мопед мог просто-напросто не заводиться. И ты просто мог даже не сесть в машину. Те система не давала. Из-за того, что перегружен сервер. Также, что я могу вам сказать. Кто не знал, это шестой сервер. Но у меня в предположениях то, что Амазинг может и добить целых 10 серверов. Как вы думаете насчет этого? Напишите свои догадки тоже в комментариях. Также, ребята, у меня к вам небольшая просьба. Подпишитесь вы уже на мой канал. Прожмите лайк. Потому что просто 78% смотрит мой канал именно без подписки. Обязательно подписывайтесь. И прожимайте лайк к этому видеоролику. Также, я чуть ранее говорил про путь типа во фракциях. И есть еще одна идейка. Вот как думаете? Делать ли путь до заместителя или до генерала какой-либо госструктуры? Кто же это? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну что ж, вот такой видеоролик у нас с вами получился. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк под данный видеоролик. И пишите свой царский комментарий. Чтобы я понял, снимать ли мне какие-то пути там. Не знаю, вообще ли мне снимать видосы на Амазинге. Потому что я, ну так скажем, забросил немножечко снимать видосы на Амазинге. И так далее. Ну ладно, не буду вас долго задерживать. И всем я вам говорю, пока-пока.